Тепло приветствую всех снова. На этот раз мы находимся в Адьяре, в международной штаб-квартире Теософического общества, и, как всегда, есть много всего, о чем мы можем сообщить. И многое из этого происходит прямо здесь, в Адьяре, в частности, в сфере ремонта зданий и фактически некоторых новых вещей, которыми мы здесь занимаемся. Одно из этого я хочу показать вам, это здесь, в Адьяре, мы полностью вошли в сезон мусонов, но получили небольшой перерыв сегодня и вчера, но погода возьмет свое, вернутся значительные дожди, что на самом деле хорошо для нашего кампуса. Это одно из того, что делает Адьяр самодостаточным с точки зрения воды. Вся вода здесь поднимается из колодцев. Также не будет новостью то, что эта вода не является питьевой. Таким образом, мы нуждаемся в различных фильтрационных установках. Поэтому у нас есть три или четыре больших установок обратного осмоса. Но мы буквально только что открыли новый, и у меня будет шанс показать вам кое-что об этом. Также одно из того, что здесь происходит, это в нашем диспансере для животных, Безон Пемориум, который некоторое время находился в Провае, скажем так. Какое-то время он не функционировал в полном объеме. За последние годы он реально набирает обороты, и мы покажем вам кое-что об этом. Это действительно то, что оказывает влияние здесь, чинаи, и то, чем мы можем гордиться с точки зрения уменьшения страданий животных, особенно бродячих собак, которых так распространены здесь. Также я хочу провести вас по нашему бунгало-бловацкой, где мы начали процесс обновления. Как вы все знаете, за последние пару лет мы говорили о пожертвованиях и создании фонда для начала работ, которые мы наконец-то начали в июле. Так что работы продвигаются хорошо, а сам проект займет от восьми месяцев до года. И это обширная реконструкция, так что у вас будет возможность ее увидеть. Одно из того, что произошло здесь, заключается в том, что нам реально пришлось вернуться к первоначальным технологиям, которые были задействованы в строительстве этих зданий, которые были блестящими. Жаркий климат, влажный климат, много воды. Здания были построены так, что на самом деле они стали дышащими сущностями. Они набирали воду, а выдыхая ее, они охлаждались. Мы потеряли следы этой технологии и начали использовать бетон и краску, которые запирали воду в стенах, что привело к проблемам во многих наших зданиях. Но у вас есть шанс увидеть, как мы возвращаемся к первоистокам. Я также хочу немного рассказать о нашем предстоящем 11-м Всемирном Конгрессе в 2018 году, который пройдет в Сингапуре в августе. Случилась возможность международному секретарю Марии Артман и мне встретиться с Комитетом по планированию непосредственно в Сингапуре и на месте ознакомиться с планами этого мероприятия. Одно из того, что нужно сказать, пожалуйста, регистрируйтесь заранее. Не слишком большое количество людей могут принять участие. Всего 300 человек. И нам придется взять лишь первых 300 прошедших регистрацию. Поэтому, пожалуйста, зарегистрируйтесь на Дорай заранее. Это будет прекрасное событие. Вы можете увидеть немного о нем в этом видео. И так, как всегда, надеюсь, вам понравится. Итак, 1 октября в главном зале мы отпраздновали день рождения Анни Безант. Я был главным докладчиком и был представлен нашим новым избранным международным казначеем Нэнси Сикрист. За этим событием последовало возложение гирлянд на статуи учредителей и интервью с рядом местных журналистов. Много разного происходит в кампусе в эти дни. Одно из которых является открытие новой недавно установленной системы очистки воды на 500 литров в час. Это важное событие, потому как вся наша вода здесь в кампусе берется из колодцев. Поэтому она нуждается в дополнительной очистке. Здесь вы видите открытие и принятие этой системы, и в качестве президента я сделал первые глотки, только что очищенной воды. Далее последовал наш генеральный менеджер и посетивший открытие архитектор проекта реконструкции кампуса Михилл Хас. Один из реально больших праздников здесь, в этом районе, является Дивали, фестиваль света, Дип-Вали, как его называют Южной Индии. И в это время мы отправились в социальный центр навестить наших детей и их учителей. Учителя пели песни, раздавались подарки, как всегда в таких случаях. Детям нравится все это, и, конечно же, был запуск фейерверсов прямо здесь, в конце празднователя. Также была возможность взглянуть на некоторые ремонтные работы, проводящиеся в центре. Практически все крыши повреждены ураганом Варда, но в настоящем все они отремонтированы. Оборудована новая игровая площадка и система обратного осмоса для очистки воды. За исключением ремонта крыш, все эти работы стали возможными благодаря стараниям отделения Безон Кливленд в Соединенных Штатах. Здесь расположена система обратного осмоса, а бетонная дорожка с подпорными стенками строится к новой группе туалетов, строящихся сзади. Бетонные стены необходимы, потому что во время сезона муссонов, как сейчас, являются водоотводами. Туалетный блок будет здесь. А здесь просто Нэнси Сикрест, наш ТОС-секретарь, с доктором Ревитти обсуждают проект, в котором они участвуют. По-настоящему замечательная трансформация произошла в нашем Безон Кумарио в диспансере для животных. Мистер Шабан Кришна, вы его видите здесь, взял на себя инициативу, действительно продвинув эту идею с волонтерами, с реально высокого уровня людьми, принявших участие в этой работе. Наши собаки, многие из которых страдали, брошенные на улице, получают здесь пищу. Здесь есть оборудованные места для лёжки животных, пожертвованные нам, заботливыми людьми. Питомцы научились любить эти новые вещи, о чём я бы даже не подумал. Сотрудники диспансера также проводят специализированные процедуры для некоторых парализованных собак. Водная терапия, где они помещают собак в воду и дают возможность им тренировать свои конечности. Благодаря великодушию одного донора нам удалось полностью оснастить наш операционный зал. Эти замечательные вещи, равно как и другое происходящее, многие из вас получат возможность увидеть своими глазами во времена вашего приезда сюда. Одно из удивительного в Адьяре для меня в том, что каждый день на моём столе появляются новые и увлекательные вещи. Это письмо из наших архивов, принадлежащего предположительно Махатме М. Оно относится к размолвке, которая произошла с Уильямом Куан-Джаджем и теософическим обществом здесь, в Адьяре. Удивительно. В первую неделю октября я отправился в Варанаси, чтобы провести трёхдневный учебный лагерь и однодневные мероприятия ТОС. Генеральный секретарь, вновь избранный мистер Прадиб Го Хилл, динамичный человек, руководил мероприятием. Также я получил возможность увидеть новые общежития, которые были построены для девочек колледжа, находящихся прямо на территории кампуса Варанаси. Теософическое общество в Варанаси имеет очень богатую историю. Здесь работала Анна Безонт в образовательном и во многих других направлениях. Лагерь был довольно хорошо посещаем. Туда прибыло около сотни человек, и у меня была возможность говорить с ними каждый день. А затем также были ряд представлений. Дети из самого колледжа, а затем ещё одна милая группа людей, страдающих нарушениями слуха, представила свою программу. После того, как детям вручили подарки, пришло время для национальной программы ТОС, представленной её индийским секретарём, мистером Сива Брасадом, за которым последовал мистер Ватачарья. Перед возвращением в Адьяр у меня была возможность увидеть картины мыслеформ. Они экспонируются там. Это на самом деле точные фото репродукции оригиналов. И затем это фото перед отъездом в Адьяр. Те из вас, кто следит за событиями в Адьяре, знают, что проект реконструкции Адьяра начался. В течение последних нескольких лет мы собирали для этого средства, и теперь мы начали реконструкцию с бунгала Блавацкой, которая была пожертвована обществу в память о Блавацкой в 1908 году. Здание имеет долгую историю, и мы всё ещё продолжаем изучать исторический контекст этого здания. Команда, задействованные в процессе, включает мистера Нириш Токхура слева, он главный подрядчик. Очень особенная форма подряда. Наш вице-президент, джентльмен справа, Раджеш, был нам очень полезен. В ходе работы были обнаружены проблемы с фундаментом, которые требовали полного бурения с целью создания подушки для поддержки фундамента снизу. Оказалось, что для такого большого здания фундамент был слишком мал. Работа включает в себя замену многих и многих деревянных элементов, которые, как вы можете видеть, имеют ветхое состояние. И вы найдёте их по всему зданию. Как правило, эти более крупные, несущие конструкции всей настройки. Но все люди, которые выполняют работу, как плотники, как правило, из старого, являющейся областью в Индии, славящейся своей плотнической работой. Здесь некоторые из них в процессе работы по сборке деревянных элементов. Используемая здесь древесина является особенной. И в старые времена для таких работ использовалось только тиковое дерево. В настоящем может использоваться тик, но, как правило, мы используем дерево, называемое мати. Очень, очень прочное дерево. Только посмотрите на эти срезы, которые делают эти плотники для соединения элементов вместе. Это реально удивительная работа. Ни гвоздей, ни винтов. Всё держится на профессионализме и точности срезов, которые делает мастер. Взгляните на это. Для меня это потрясающе. Работа, выполняемая в Бунголоблаватской, это реально полная реставрация. И многие из ремесел, используемые здесь, это древние ремесла. Большая часть которых уже утеряны, к примеру, вот один из методов, используемых для защиты пола от повреждения во время работы. Просто блестящий. На плиточные полы они кладут слой ткани или пластика и покрывают его слоем гипса. Ничто не повредит поверхность под этим слоем. Вамбоковые стойки для лесов. Балюстрады, изготовленные из керамики, должны восстанавливаться с помощью известковой шпатлевки. Многие из проблем, с которыми мы сталкиваемся в процессе восстановления, заключаются в утрате старых технологий. Все эти кирпичные стены ранее были покрыты известковой штукатуркой, вдыхающей влагу. На протяжении многих лет ремонт проводился бетоном, который не дышит, что привело к проблемам, которые мы испытываем сегодня. Это зал, как он выглядит прямо сейчас. А это то, как он будет выглядеть по окончании работ, перед 6-8 месяцев. В этот период я посетил Сингапур для встречи с группой ТСФистов из Сингапура, отвечающей за планирование проведения Всемирного Конгресса 2018 года, который состоится в августе в Сингапуре. Это красивый город, красивое место и все окружение этого места. Встреча с группой за ланчем, а затем вернулись в ложу, чтобы поговорить о некоторых деталях и некоторых дополнительных планах. Красивое здание, где будут производиться встречи. Ложи Сингапура — это реальная история успеха Сони Чанг, где его жена Ли Ли были прекрасными лидерами в плане восстановления жизни ложи, что случилось в какой-то момент. Теперь это более 400 человек. Все они члены одной сингапурской ложи. Это больше, чем во многих из наших секций. Это одна из самых старых лож, чью став был подписан Анни Безонт. И ее история восходит во времена Алькота. В то время, как я был там, у меня была возможность встретиться и поговорить с группой. По обыкновению собралось 80 или 100 человек. Так что это была очень хорошая возможность встретиться, возможность поговорить и возможность тесного общения после этого. Что касается самого Всемирного конгресса, который состоится в августе, я призываю всех желающих его посетить, пройти регистрацию заблаговременно. Он будет проводиться в Ромаде, на ее объектах, а также в соседнем отеле. Не в новом отеле, общий кампус, разделенный парком. Я имел возможность осмотреть место. Люди, работающие в Ромаде, показали нам объекты, которые великолепны и прекрасны для наших собраний. Это основной зал, где будут проходить встречи. Комнаты для перерыва находятся по сторонам. Еда и все для нее будут здесь. Прекрасный вид на деревья Баньян, находящиеся вокруг комнат для отдыха. Одна из особенностей проведения конференции в Сингапуре заключается в том, что, хотя объекты и прекрасны, все же мы будем обеспечены местным максимумом для 300 человек. Поэтому я рекомендую вам зарегистрироваться заранее, потому что я боюсь, что без этой обязательной процедуры у организаторов не будет возможности принимать людей. Поэтому для информации, пожалуйста, зарегистрируйтесь заранее, и мы с нетерпением ждем встречи с хорошими людьми в Сингапуре. Редактор субтитров А.Семкин